Деньги собирают на капитальный ремонт домов, а тратят на собственные нужды. Такие факты выявляют следственные органы в деятельности некоторых управляющих компаний ТСЖ в Чите. Настойчивые обращения жителей с требованием разобраться, куда уходят средства, завершились масштабными проверками. О их итогах рассказывает Елена Ахзанян. В смертной документации на работы часто указываются одни цифры, а тратятся совершенно другие. Проверить управляющую компанию рядовым жильцам практически невозможно. Выдаётся вот такой список из 50 пунктов, где указано всё, вплоть до ежедневной стрижки деревьев. Уследить, куда на самом деле направляются финансовые потоки, сложно, а вот догадаться – нет. Разматывают клубок сложных схем, которые создают в некоторых компаниях и ТСЖ управление регулированием цены тарифов мэрии Читы. С сентября того года у нас очень много жалоб обращений граждан именно по управляющей компании «Лидер». Мы уже сделали семь проверок, сейчас у нас восьмая проверка по этой управляющей компании. Большое перераспределение идёт с одного вида услуги на другой вид услуги. Причём экономия идёт по всем видам услуг, кроме одного – это управленческие расходы. То есть на себя управляющие компании, что лидер, что другие, они жалеют денег. Проверки показали – в компании отсутствует подомовый учёт, что затрудняет подтверждение самого факта выполнения услуг или проведения работ. Кроме того, лидер собирал деньги на проведение капитальных ремонтов со своих домов. А работы на самом деле выполнены лишь в одном – на Бикетово 48, да и то за счёт федеральных средств. Однако и здесь возникают серьёзные вопросы. Домов у лидера много и каждый, как выяснили специалисты, в среднем недополучил от 100 до 600 тысяч рублей в год. Ситуацией разбираются правоохранительные органы. К нами было выявлено, что имелись факты незаконного расходования денежных средств собственников, которые они сдают в качестве оплаты за жилищные услуги. Так, при проведении текущих и капитальных ремонтов руководителями, работающей компанией, деньги расходуются на личные собственные нужды, вопреки законным интересам граждан. Директор лидера Александр Рябов недоумевает, почему жители обращаются не к нему, а сразу в контролирующие органы. Он списывает подобные непонимания со стороны граждан на незнание действующего законодательства. Это гласит жилищный коджик, что все работы капитального характера и содержание дома, обязанности жителей, сверху денег мы ниоткуда не берём. Уважаемые жители, у вас что-то? Ну, стараюсь, вы обратитесь ко мне, я вам объясню, и просьба большая, у вас сдать недостающие вот эти деньги. Сдавать деньги или нет – личное дело каждого. А вот в суд на управляющую компанию владельцы квартир уже могут обращаться, уверены эксперты мэрии. Из-за старых проверок – основа доказательной базы. По решению суда, уже отданные деньги могут быть возвращены и направлены на выполнение реального капремонта, а не прописанного лишь в документах.